8 марта ушло, масленица осталась. Любимая народная традиция с нами даже в условиях пандемии. Без шумных гуляний, но со вкусным угощением. В разгаре самая веселая и сытная неделя года. Масленица – славянский праздник, который отмечают перед Великим постом. Это аналог карнавала в европейских странах. В народном календаре он знаменует границу зимы и весны. Косаточка, целовальница, честная, веселая, перепелочка, ясочка. Назвали, как приголубили. Масленица – самый популярный и любимый в народе праздник. Блины – его непременный атрибут. Круглые, румяные, горячие. На Руси они издревле символизировали солнце. Впрочем, каждый день масленичной недели имел свое название и предназначение. Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка. К тещи на блины самое время. В народе считалось, чем богаче стол, тем больше любви к детьям. А в четверг не грех и разгуляться. С этого дня начинается широкая масленица. Ну а какой разгул без игр? Хороводы, песни всем двором, катание с горки. А еще прыжки через костер, кулачные бои. И все это под песни и пляски. Если везет со снегом, то и взятие снежного городка. От таких занятий и умориться впору. Тещины вечерки в пятницу, заловкины посиделки в субботу, но в воскресенье проводы. В этот день просят прощения у близких и прощаются с масленицей. В центре гуляний устанавливают чучело зимы, вокруг него устраивают хороводы и после празднования сжигают. Провожать масленицу – давняя традиция и в нашем городе. На этот раз праздник устроят на Центральной площади. Открытие масленичных гуляний под названием «Гуляй, народ! Масленица у ворот» состоится в воскресенье в 2 часа дня. В программе игры, забавы, развлечения, торговля кондитерскими изделиями и кулинарными лакомствами. Обязательно соблюдение требований эпид безопасности. Масленица предшествует Великому посту, самому строгому в году, установленному в память о том, что Христос постился в пустыне 40 дней. На его протяжении лишь дважды разрешено есть рыбу на Благовещение и Вербное воскресенье. Пасха в этом году выпадает на 2 мая.